всем добрый вечер меня зовут анна лучинина очень рада сегодня вас видеть здесь вот если вы пришли наверное вас заинтересовала тема голоса до возможностей нашего голоса что прогуливаете работу хорошо ладно но я надеюсь что моя информация будет для вас полезной каждый возьмет для себя что-то интересное вот я педагог по вокалу и певица выступаю со своим бэндом и также преподаю вокал для всех желающих вот и сегодня я как раз таки хотела бы рассказать про возможности нашего голоса так как сама я вокалом занимаюсь детства я с пяти лет на сцене и уже приобрела достаточное количество опыта и знаний в этом деле и когда начала преподавать преподаю я более пяти лет я стала делиться всеми своими знаниями навыками которые я получаю на сцене помогаю ученикам студентам которые ко мне приходят не только научиться правильно владеть своим голосом красиво говорить посредством голоса самовыражаться презентовать себя до проявлять себя во внешнем мире но также раскрываться преодолевать какие-то стеснения страхи зажимы блоки потому что наш голос непосредственно связан с нашей психикой эмоции с нашим физическим телом и как раз таки когда мы расслаблены когда мы чувствуем себя уверенно перед публикой неважно если мы выступаем перед какой-то многомиллионной там тысячной аудитории или мы рассказываем какие-то истории своим друзьям знакомым близким да то чтобы чувствовать себя уверенно комфортно наше тело расслаблено и тогда у нас звук идет очень легко не зажимается голос звучит прекрасно когда мы чувствуем какую-то неуверенность зажимы в себе да какую-то скованность в теле тогда звук начинает у нас тоже зажиматься сложно проходит и воспринимается очень тяжело для слушателя вот для того чтобы в принципе я извиняюсь буду немножечко так приходить отходить от вас и сразу скажу если у вас будут по ходу дела какие-то вопросы появляться можете не стесняться и задавать и спрашивать все что вас интересует хорошо прекрасно да вот как раз таки я сказала какие хотела бы я вопросы затронуть да для того чтобы познакомиться с нашим голосом и научиться им правильно владеть конечно же мы с вами посмотрим строение нашего голосового аппарата как устроено внутри как пользоваться какими-то приемами для того чтобы голос нас голос наш звучал выигрышно классно комфортно для нас уверенно то есть не возникало никаких вопросов по нему дальше разберем тему какие у нас бывают препятствия да и почему у нас голос иногда звучит неуверенно когда не открывается челюсть то есть такие вопросы мы тоже затронем почему важно следить за состоянием своего голоса за здоровьем своего голоса ну и также какие можно методы приема использовать для того чтобы подготовиться к выступлению мне сказали что для вас это могло бы быть актуально вот потому что у вас бывают какие-то презентации вот поэтому надеюсь информация будет вам полезно вот я уже говорила о том что голос у нас связан с психикой это достаточно действительно сложный механизм и наверное когда я сама училась петь когда для меня это было просто детское хобби когда я еще не думала что свяжу свою жизнь с музыкой или пением или преподаванием я не относилась к этому серьезно то есть просто голос это для меня там пение ходить в кружок заниматься но так сложилось в моей жизни что я связала профессиональная свою жизнь до свою деятельность с вокалом и стала в будущем уже до преподавать вокал и наверное за счет преподавания я и обнаружила на практике благодаря моим прекрасным ученикам что достаточно голос это не просто до инструмент благодаря которым мы там можем красиво говорить или петь голос действительно затрагивает какие-то вот прям глубинные тонкие струны нашей души когда приходили ко мне ученики и чаще всего путь этот был долгий очень так как люди наслушавшись очень много там тебе учителя как знаете самая распространенная история учитель сказал тебе медведь на ухо наступил ты петь не умеешь ты фальшивишь но ты не попадаешь все у человека с детства образовался какой-то комплекс да и что он никогда не сможет петь на самом деле петь могут все красиво говорить это искусство которому просто нужно обучаться и самое главное уверенность в себе и расслабление что у вас все получается когда тело свободное звук льется невероятно легко слушать человека приятно вот и часто и вот когда эти разговоры были у человека что запрещали в детстве петели родители не отдали там в любимую секцию когда они приходили ко мне начинали петь и осознавали да я могу петь я могу красиво говорить я могу владеть своим голосом они конечно приобретали невероятную уверенность могу сказать что чаще всего это все проходило через какие-то слезы болезненные ситуации выплеск эмоции я могу сказать что поначалу я в начале своей деятельности я даже немножечко пугалась когда ученик при мне начинал плакать или какие-то истерики такие я думала боже мой что происходит я наверное делаю что-то не так но на самом деле я понимала что не зря говорят что через пение очищается наше сердце да и наполняется наша душа то есть эмоциями которыми мы подпитываемся через наш голос да через вот эти вот вибрации вот на самом деле это как раз таки выходили какие-то глубинные блоки и зажимы людей и когда они чувствовали слышали да вот он мой голос я его слышу конечно происходили прям невероятные вещи поэтому я всегда говорю что голос это такой достаточно сложный инструмент но в принципе научиться им владеть да все реальное нет никаких там преград поэтому даже если вам когда-то кто-то говорил что у вас не получается петь ли плохо поете фальшивите никого не слушайте полный бред все поправимо самое главное но правильно заниматься и все у вас получится дальше давайте немножечко вам расскажу про строение голосового аппарата здесь могут быть какие-то такие термины возможно непонятные если что-то вам расскажу и не сразу будет понятно обязательно мне спросите вот как раз таки в строение голосового аппарата входит у нас дыхательный аппарат это механизм дыхание артикуляционный аппарат и голосообразовательный аппарат в принципе за счет чего у нас формируется звук туда у нас входят голосовые связки и гортань но об этом я вам расскажу чуть чуть попозже начнем мы с вами с дыхательного аппарата с механизма дыхания наверное это одна из самых важных частей что касаемо и звукообразование голосообразование говорение пение и всего прочего почему потому что мы всегда разговариваем и поем на выдохе за счет этого у нас голос стоит становится более мягкий и объемный я думаю вы слышали иногда возможно там в кругу ваших знакомых там людей когда голос идет напряженно и сковано чаще всего он идет с грудного отдела и без выдоха вот когда же мы начинаем петь на выдохе или говорить голос у нас приобретает хорошую вибрацию и объем механизм дыхания я вам расскажу так что правильно брать дыхание через нос направляя вдох вниз живота то есть это называют либо брюшное дыхание либо диафрагмальное потому что у нас как раз используется диафрагма не все слышали об этом возможно диафрагма это у нас одна из самых сильных мышц больших она как раз делит у нас грудную клетку до органы дыхания от брюшной полости и когда мы делаем вдох часа вам все покажу когда мы делаем вдох посмотрите вдох через нос у нас идет здесь написано через рот но это это не так смотрите вдох через нос у нас берется правильное вокальное дыхание опускается диафрагма вниз и как будто у нас надувается такой вот шарик воздушный да я всегда деткам об этом говорю так для восприятия лучше получается то есть это наша опора то откуда мы будем брать силы для нашего голоса звука и пение вот когда мы начинаем выдыхать выдыхаем мы уже через рот получается и мы сдуваем наш воздушный шарик у нас диафрагма поднимается и выталкивает струйку воздуха за счет чего у нас формируется звук в будущем то есть смотрите процессе дыхания до носом берем вдох направляем вдох вниз живота выдыхаем через рот живот у нас сдувается это понятно давайте попробуем с вами сделать чтобы я не просто сама собой разговаривала просто положите ручку на живот да 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 потому что ну я с точки зрения все это вокала то есть когда берется медленный вдох то есть долго не берется то количество воздуха которое нужно потому что чаще всего при исполнении там определенных песен до нужны именно короткие вдохи и опять же так у нас нарабатывается сила нашей опоры и нужно стараться брать вдох чуть чуть короче хорошо то есть не растягивайте этот процесс давайте попробуем вдох через нос и не подключаем грудной отдел то есть грудная клетка плечи у нас находится в расслабленном состоянии только не с живота работает да выдох через рот еще разочек хорошо еще понятненько до всем брюшное дыхание на самом деле очень полезно не только для нашего голоса не только для пения но и в принципе когда мы хорошо работаем у нас постоянно получается живот туда-сюда ходит то есть то надувается то сдувается происходит массаж брюшной полости то есть хорошо работает у нас пищеварительная система разрабатывается наш метаболизм опять же я сказала что грудную клетку мы не должны поднимать почему потому что когда у нас подключается грудная клетка при вдохе то у нас напряжение идет сильно на связке да а когда мы делаем вдох только низом живота тогда у нас работает только опора сила наша плечи расслаблены и у нас никакого идет не идет напряжение на связке вот это значит что касаемо правильного дыхания как раз на вдохе диафрагма опускается вниз тоже она у нас прокачивается мышца да и идет наверх чтобы опять же почувствовать лучше диафрагму есть такое упражнение но немножечко смешное вот но тем не менее я покажу может кого-то заинтересует и попробуйте это сделать я называю его дыхание собаки все вы знаете когда жарко собаки расслабляют сильно там челюсть получается вываливает максимальный язык и начинают активно дышать я это упражнение использую для того чтобы прокачать диафрагму и почувствовать да как она шевелится только не смейтесь пожалуйста если хотите можете со мной попробовать смотрите у меня работает только диафрагма расслабленная челюсть вываленный максимальный язык и работа диафрагмы можем начинать это делать для новичков сначала медленно да опять же не подключая плечи грудную клетку работает только диафрагма вы должны почувствовать вот это вот положение да как у вас работает сильно расслабленная челюсть максимально вываленный язык ну то есть представили до собака в жару сначала вы начинаете медленно раскачивать и самое эффективное когда вы доходите уже до быстрого дыхания у нас хорошо разогревается опять таки все тело да потому что хорошо начинает насыщаться тело кислородом прогреваются все мышцы связки тело разогревается и как раз таки вы больше можете прочувствовать свою опору и диафрагму вот это что касаемо механизма дыхания здесь все понятно вдох носом выдох через рот далее далее когда мы сделали с вами вдох начинается процесс выдоха диафрагма поднимается наверх она у нас начинает проходить к дыхательным путям там уже она соединяется у нас гортанью гортан это я уже подошла к голосообразовательному аппарату куда у нас ходит гортань при помощи внутри которой при помощи хрящей прикрепляются голосовые связки вот гортань можете представить это как полая трубка сейчас я вам покажу вот посмотрите если здесь будет видно а ну вот видно гортанина сбоку находится у нас я всегда ее но представляю форме такой полой трубки в принципе если вы можете ее потрогать то она как бы получается у нас внутри вот там вот шеи за горлой мы ее слабо ощущаем и в принципе кто вокалом не занимается она достаточно но как бы плохо чувствуется вот и внутри как раз гортани у нас находится голосовые связки вот там они у нас показаны вот здесь у нас получается голосовые связки на раскрыты для вдоха я сейчас объясню когда они у нас находятся когда мы молчим или говорим шепотом то они у нас находятся в разомкнутом состоянии то есть воздух легко проходит если вы начнем помолчите или будете говорить шепотом какие-то там то вы не почувствуете никакого никакой вибрации никакого давления вот в этой области но если мы начинаем говорить на активных согласных каких-то да на звонких и на гласных то здесь вы почувствуете как у нас начинается вибрация как раз таки это у нас идет выдох наш связки начинают колебаться за счет вот этого прохождения воздуха так у нас собственно говоря и образуется голос здесь понятненько все так дальше переходим к части резонаторы резонаторы это часть голосового аппарата до которая усиливает наш звук просто попросту говоря да это резонаторы усилители нашего звука для чего они у нас вообще нужны это все твердые поверхности которые у нас есть то есть это так скажем все кости куда у нас направляется звук за счет которого он у нас становится мощнее и громче наверняка вы слышали что допустим когда вы говорите вам кажется что у вас ну достаточно звонкий яркий звук да когда вы слышите себя в записи то он как будто такой немножко вялый тихий безжизненный вот как раз таки когда при прохождении через мягкие ткани нашего голосового аппарата то есть внутри у нас до 80 процентов звука у нас съедается если мы будем говорить всегда в горизонтальном положении то есть просто так вот ровно то у нас вообще ничего не будет слышно и звук будет достаточно тусклый и ну как бы человеку будет непонятно о чем вы говорите когда мы начинаем подключать резонаторы то есть направлять звук в твердые поверхности да вот я всегда вот если уйти от всяких вот этих вот профессиональных терминов могу вы наверняка ощущали допустим в храмах когда начинают петь там такое ощущение что стены вибрируют да потому что там вот эти вот округленные куполообразные потолки и идет такая резонация вибрация звука наблюдали такое да 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 вот и такое ощущение что там стены начинают дрожать вибрировать это как раз то когда у нас звук направляется именно в такие твердые поверхности это у нас и есть резонация то есть есть у нас мягкие ткани которые чаще всего поглощают звук у нас есть мягкое небо оно как губка впитывает звук но есть также у нас резонаторы это твердые поверхности твердые кости если говорить про эстрадный вокал да когда вот я учу своих учеников я всегда выделяю вот эту вот точку третьего глаза вот эти вот пазухи нос зубы да ну точно так же можно в принципе назвать губы да когда там когда мы направляем выдох прямо на губы мы чувствуем легкую вибрацию и резонацию давайте мы с вами попробуем смотрите есть у нас грудные резонаторы и головные все что находится ниже голосовых связок это у нас грудные резонаторы все что находится выше это у нас головные когда мы поем или разговариваем желательно чтобы эти резонаторы у нас были соединены и оба работали потому что когда мы говорим только низкими резонаторами у нас звук он конечно такой становится низкий до низкие частоты они тоже иногда тяжело воспринимаются для уха то есть не хватает верхов и то же самое когда мы говорим только верхними резонаторами на звук становится очень тоненький плоский и звенящий вот а для человека всегда все таки больше воспринимается именно такой наверное сбалансированный голос чтобы были и низы и верха вот давайте сейчас попробуем смотрите тоже такое упражнение чтобы сразу ощущали это все на себе запрокинуть нужно будет голову положить одну ручку на грудь а другую на живот попробуем делать вдох который мы с вами уже делали да смотрите запрокинув голову попробуйте пропеть ха ну или проговорить неважно и мягко расслабляя челюсть вниз смотрите самое главное видите челюсть немножечко вниз давайте попробуем с вами прекрасно почувствовали вибрацию здесь у вас должна завибрировать грудная клетка почувствовали да хорошо теперь попробуем мы с вами ощутить еще головные резонаторы и соединить грудной с головным то же самое начинаем с х смотрите и начинаем опускать голову и переводить звук м на губы и опускать голову вниз можете положить одну ручку на грудь другую на переносицу тогда вы почувствуете как у вас здесь начинает вибрировать потом звук плавно переходит в переносицу у вас соединяется оба резонатора и если вы будете это систематически практиковать то у вас в принципе тембр голоса станет более окрашенный более яркий вы начнете ощущать где у вас идет вибрация при говорении или пении давайте попробуем запрокинутой головой поехали ну что почувствовать надо было резонации здесь в груди и в носу получается вибрация должна быть получилось что-то получилось да ну возможно будет получаться не сразу и не с первого раза это абсолютно нормально потому что очень много всего я тоже своим ученикам говорю на представлении то есть да мы это видим на картинках да мы это теоретически знаем где что ощутить это включить особенно когда ничего ну как бы там раньше не практиковал достаточно сложно то есть все приходит с опытом это нормально так продолжаем дальше переходим к артикуляционному аппарату да я думаю всем понятно это то как бы да при помощи чего мы разговариваем за счет чего наша речь становится более понятная сюда у нас входит язык губы небо и челюсть ну вот немножечко пробегусь и скажу вам некоторые моменты которые вам могут помочь проработать эти значит начнем да начнем мы с языка для того чтобы размять язык допустим у вас какое-то выступление презентация неважно что вам нужно себя разогреть все органы артикуляционные дыхание то есть я вам это показала какие упражнения вы можете сделать вот что касаемо языка какие упражнения могут быть смотрите можем сначала вытягивать язык иголочкой вперед то есть на звуке и тянуть потом лопатой вниз получается на а и начинать чередовать отлично так у нас разогревается корень языка да как раз таки дальше у нас идет в гортань отверстие и у нас разогревается голосовой аппарат язык тоже очень важный потому что иногда когда люди осенью плохо работают ничего не понятно то есть это тоже очень важная часть артикуляционного аппарата вот здесь я написала на какие согласные можно тренировать язык разогревать и вот такие вот скороговорки на самом деле их очень много выбирайте любые можете начинать сначала с медленного чтения потом уже практиковать скорочтение дальше переходим к разогреву губ то же самое смотрите здесь согласная на которых мы можем bpmvf да и хорошо баран буян залез в бурьян тоже все четко проговариваем и на самом деле не пугайтесь когда я говорю своим ученикам больше включая артикуляцию пропивай еще что то они нет я и так много открываю это же некрасиво не эстетично такого нет эффекта когда мы выходим на сцену там да неважно в какой области у нас все равно немножечко и звук съедается и мимика тоже поэтому я всегда говорю на всех репетициях прорабатываем все на 200 процентов то есть чем больше и качественнее будет проработан ваш аппарат тем более ярко и выигрышно вы будете звучать там да на своем мероприятии вот и здесь тоже самое скороговорки также смотрите кстати забыла сказать про язык еще можно порычать то есть обычно я думаю это каждый умеет делать хорошо разогревается язык и поделать такие упражнения смотрите ви 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 когда мы соединяем сначала в трубочку губы потом широко ой смотри ви 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 да ну как типа английская вы вот или как-то мы не знаю вот и ню а смотрите ню опять же соединяем трубочкой ню а раскрываем максимально рот ню а ню а а потом мы делаем с перекатом ню а то есть через у ню а ню а ню а да и максимально насколько вы можете открыть рот открывайте хорошо и не стесняйтесь своей прекрасной активной артикуляции дальше расскажу вам немножечко про челюсть она же тоже входит у нас в артикуляционный аппарат и я написала челюстные зажимы вы знаете это такая прямо на самом деле актуальная тема она меня стала интересовать еще очень очень давно потому что я стала обращать внимание что каждый ученик который ко мне приходит имеет проблемы с зажатой челюстью то есть когда я прошу раскрыть там побольше челюсть открыть при пении а то есть визуально этого вообще физически не происходит то есть человек не чувствует как у него не открывается челюсть это говорит опять же о том что зажим сильный и он очень привык в таком скованном положении говорить и это сложно воспринимается другими людьми вот и также это что касаемо там для вокала для нашей речи это тоже не есть хорошо и что касаемо здоровья в этом плане тоже я обращала внимание и со мной ученики делились когда у нас сильно пережата челюсть у нас начинается как раз таки проблемы с зубами часто очень болит затылок потому что давление очень сильно идет если вы можете допустим ну такой эксперимент сильно сжать челюсти выбрать точку какую-то далекую да если вы начинаете при сильном сжимании челюсти у вас эта точка начинает расплываться то значит как бы есть этот зажимчик но самое главное не пугайтесь то есть это все поправимо и с челюстью просто нужно поработать расслабить чтобы не возникало никаких проблем почему я обратила на это внимание потому что как раз таки с чего я и начала разговор обо всем этом много учеников говорили о том что когда они хотели петь или проявлять какие-то эмоции в детстве часто им очень много запрещали у нас вообще челюсть это как такой защитный механизм это одна из самых сильных костей у нас да она еще и издревле у нас было для того чтобы там разгрызть зубами защититься от каких-то там до нападений вот сейчас она у нас тоже влияет как такой вернее несет функцию защитного механизма и формируется зажимы в челюсти еще с самого детства когда там пихают тебе эту ложку с кормом да и маленький ребенок зажимает челюсть потому что он там не хочет кушать или еще что-то вот потом опять же вот из практики с моими учениками девочка рассказывала очень долго я не понимала почему и мы выяснили что у него был вот такой психологический зажим она всегда хотела петь в детстве очень часто пела для родителей но родители почему-то не любить когда она поет то есть она все время мешала и не говорили хватит петь не поя на маленькая бедная уходила к себе в комнату закрывалась и начинала петь шепотом за счет чего вот сейчас она взрослая девушка пришла ко мне у нее сложно открывается челюсть то есть прямо через усилия да и у нее очень тихий голос она говорит я хочу разговаривать громче с подачей чтобы меня люди слышали но у нее вот этот вот пунктик того что с детства настолько она привыкла все время вот это вот подавлять в себе да потому что через пение я же сказала что мы проявляем свои эмоции там у нас вдохновение какие-то или наоборот какие-то чувства грусти и печали все это мы пропиваем освобождаемся от этих чувств а тут как бы в ребенке это подавляли или еще одна ученица рассказывала тоже когда мы работали с челюстью у него был достаточно такой авторитарный папа и когда она пыталась что-то высказать он так молчать старшие здесь говорят да и тоже затыкали ребенка все это и как раз таки может формировать какие-то блоки или зажимы в челюсти вот и конечно потом уже человеку нужно надеть над этим работать и освобождаться потому что как раз таки все невыговоренные эмоции даже во взрослом да уже возрасте во взрослом возрасте когда мы уже взрослые вот все какие-то невыговоренные эмоции подавленные чувства ведь бывает когда мы хотим ответить в яростных чувствах но мы затаили дыхание сжали челюсти до жали кулаки все и нам не дали высказаться мы подавили в себе эти эмоции которые как раз таки вот на челюстном сегменте могут откладываться вот с этим просто нужно работать прорабатывать не бояться как сказать можете есть такое упражнение на самом деле психологи его часто дают называется тарабарщина не знаю конечно если вам будет интересно попробуйте когда вы приходите домой желательно уже в конце дня когда у вас как раз таки подкопились какие-то эмоции вы можете прийти домой сесть в расслабленное состояние когда вас никто не видит и не слышит если есть такая возможность вы можете начать просто с закрытыми глазами высказывать все что вы хотите весь гнев обиды злость радость ненависть любые эмоции которые есть вы начинаете тараторить безустанно до того момента пока вы это все то есть не по не получите такое ощущение законченность все да когда ваше тело освободилось когда ваша челюсть уже все вы устали вы выдохнули вот если вы будете это делать упражнение да вам поможет как раз таки освободить челюсть все блоки зажимы у вас будут уходить постепенно и поначалу вы заметите что сначала будет у вас речь такая тяжелая голос металлический может быть там мат брань и ругань все что угодно да потом со временем вы начнете ощущать то что голос у вас стал более мелодичный плавные уже другие слова вы начинаете говорить вот такое упражнение если хотите можете попробовать там в течение двух-трех недель если есть такая возможность поделать все это помогает как раз таки освободить нам дорожать челюсть вот так же если у кого-то есть возможность обязательно ходите пойте дома в караоке это тоже классный способ для выплеска эмоций да потому что когда зажимается челюсть автоматически у нас идет зажим связок вот когда у нас идет сильное перенапряжение связок то они конечно страдают садится часто голос какие-то болезни хрип и ангины то есть когда голосом человек не занимается есть такой момент что часто люди болеют какими-то простудными заболеваниями и сипы хрип и горло болит и все такое то есть вот это прямо классная такая тема и опять-таки за счет пения у нас классно тело освобождается то есть когда есть какая-то эмоция все проходите пропивайте чувствуйте вибрации вашего голоса вашего звука ощущаете это все в теле вот там если есть возможность покричать кричите если есть возможность тоже смешно наверное будет да но что-то покусать покусать там не знаю зажать полотенце зубами до выплеснуть какой-то гнев агрессию неприятные чувства тоже классно освобождает что еще а есть еще вот допустим некоторые говорят вот ты зазевался тебе стало скучно неинтересно на самом деле у нас зевание да это один из механизмов расслабления нашего тела не только челюсти то есть это такой знак и вы же наверное обращали внимание когда вы готовитесь ко сну вы начинаете больше зевать до постепенно челюсть расслабляется да вы готовитесь ко сну вот это признак расслабленного тела расслабленной челюстью ваш зевок когда есть сильное напряжение когда вы долго на работаете над какой-то там ну монотонная у вас деятельность как раз таки зевок это сброс напряжения снятия поэтому если там вам в детстве говорили не зевай там с широко открытым ртом это не культурное и прочее прочее не плюй там все сейчас вы можете себе это позволить и это вам принесет на самом деле очень положительный эффект вот поговорим немножечко про здоровье нашего голосового аппарата по-другому называют гигиена голоса как следить за своим голосом чтобы он вам дольше прослужил до чтобы он всегда оставался чистым красивым мало было каких-то болезней напряжения в нем начну не хочу вам залечивать какую-то там демагогию по поводу вреда алкоголя и курения но так как я рассказываю про голос до с точки зрения как педагога я вам все-таки расскажу небольшую информацию про то как влияет но как бы никотин это естественно он оседает на наших голосовых связках так как там связки находится где сну слизистая создается не очень благоприятная микрофлора там и иногда бывают такие микроэрозии создаются то есть такая рыхлая среда конечно кто занимается пением да это курение несовместимы с голосом вот это же самое с алкоголем знаете же есть такое мнение что надо перед выступлением перед пением там хряпнуть там коньячку или что-то такого чтобы голос звучал лучше на самом деле это такое кратковременный допинг и он да он может вам помочь но за счет того что как бы он расширяет сосуды и вам сначала становится легко пить но потом если вы уже немножечко осипли а хрипли и у вас голос перенапряжен то потом будет еще хуже эффект в несколько раз то есть вам дольше нужно будет восстанавливать голос поэтому старайтесь не злоупотреблять и когда получается там вы пьете алкоголь больше 20 градусов то происходит ожог голосовых связок просто имейте ввиду это вот потом то же самое что я там писала да 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 значит чтобы сохранить голос здоровым соблюдайте правильный режим голосовой нагрузки то есть чередуйте отдых и процесс там пения или говорения то есть не нужно постоянно говорить до срыва и потом все равно если вы сорвались какими-то экстренными способами себя лечить это действительно должно быть только экстренно по важному какому-то делу все остальное старайтесь все таки как бы поговорили отдохнули поговорили отдохнули дальше использовать да правильную технику говорения или пения то что я вам рассказывала то есть подключать опору чтобы не поднимались плечи не зажимался голосовой аппарат да то есть мы используем всегда опору чтобы снять напряжение с нашего голоса и резонаторы то что вам говорила и правильная четкая дикция артикуляция вот да по поводу работы в чистых помещениях то есть если ты есть такая возможность до иметь увлажнители воздуха еще что то чтобы всякая пыль и грязь не оседала на ваших связках это будет тоже замечательно и прекрасно для вас для здоровья вашего голоса голосовой покой во время простудных заболеваний это тоже очень важно чаще всего если у нас есть какая-то там неотложные дела работа просты ли мы не просты ли мы идем на работу и естественно очень много говорим и голос и так сел ему там тяжело а я могу сказать что когда у нас связки в здоровом состоянии они имеют такой оттенок слоновой кости когда у нас начинают связки болеть или при простудных заболеваниях они красные они немножечко отекают голос то есть если вам говорила да что связки у нас смыкаются при разговоре то из-за того что они отекшие они тяжело смыкаются если еще при этом давать очень сильную нагрузку то просто может одна связка допустим там перестать смыкаться да то есть как выйти из строя и просто знаю по себе что когда вот у меня интенсивная какая-то работа когда много выступлений из группы особенно декабрьские какие-то и не хватает сна не хватает времени для того чтобы восстановить голос как раз таки я это чувствую очень сильно напряжение это неприятное ощущение лучше конечно с этим не рисковать и восстанавливается голос достаточно долго вот то что вам сказала про говорение в аудиториях желательно в больших если для большого количества людей если там шумно да старайтесь всегда говорить с микрофоном вот потому что опять же вы облегчите себе работу не будет никакого напряжения давление вам не нужно будет прилагать много сил для того чтобы люди вас услышали да и исключайте пожалуйста все семечки орешки сухарики потому что кофе потому что во первых она сушит слизистую да нам тяжело будет разговаривать орешки семечки они знаете тоже когда грешу этим перед своим выступлением то я потом чувствую как все это оседает у меня на горле на глотке это тоже неприятное ощущение вот поэтому старайтесь тоже вот это вот исключать то есть здоровье это голосу никакого не приносит вот я понятненько рассказываю все нет никаких вопросов да и теперь как подготовиться к публичному выступлению я вам такое расскажу небольшие ну буквально тезисы вот для того чтобы хорошо выступить и подготовить свой речевой аппарат голосовой нужно обязательно выспаться потому что сон это прям один из важных моментов как я уже говорила что во сне у нас максимум лучше всего восстанавливается наш голос то есть ничего лучше не помогает сама когда допустим прихожу на осмотр к фонеатру он может сразу сказать мало спишь потому что связки находятся там допустим в каком-то напряженном состоянии больше отдыхать особенно я уже говорила если почувствовали что простыли вот обязательно высыпайте чтобы голос был выспавшимся отдохнувшим и здоровым вот потом также мне часто когда ходила к фонеатру и говорила там что мне сделать чтобы завтра у меня концерт выступление ткань ищу старый доктор такой ничего не переживай пожалуйста съешь бутербродик с маслом с утра теплый чаечек и все хорошо ну то есть все что такое сливочное масло авокадо это тоже благотворно как бы влияет на ваш голос там перед выступлением вы можете такую дополнительную тему а при я про молоко не говорила молоко а что-то жирное все что масло сливочные вот какие то они наоборот смазывают они помогают насчет молока нет вообще старайтесь что касаемо вот типа я простыл надо пить горячее молоко с медом никакого горячего если вы чувствуете что сел голос болит горло не пейте никогда ничего обжигающее только обильное теплое питье желательно чтобы это было просто была просто чистая вода это вот реально лучшее средство которое побыстрее поможет остановиться так что он говорил а дальше провести небольшую хотя бы гимнастику для того чтобы почувствовать мышцы почувствовать все тело разогнать кровь по телу и почувствовать какую-то бодрость потом проведите какую-то артикуляционную разминку скороговорки там языком поработайте да там челюстью губами то есть все что можете сделать обязательно сделайте также можете для настроения для того чтобы почувствовать как раскрылся ваш голос пропеть там куплет любимой песни там рассказать прочитать какое-то стихотворение то есть почувствовать насколько раскрылся ваш голос готов ли голосовой аппарат к вашему выступлению старайтесь чтобы всегда была вода потому что когда много говорите тоже опять же все пересушивается внутри старайтесь чтобы вы постоянно пили опять же вода комнатной температуры то есть ничего холодного ничего горячего вот что еще вам рассказать а и по я еще забыла рассказать вот допустим экстренно если у вас там завтра выступление послезавтра у вас сел голос просты ли и еще что-то это сон хорошо восстанавливает кальций витамин c вот потому что он быстро очень работает со связками хорошо это у нас голосовые связки они хорошо восстанавливаются потом что еще сказать есть вы знаете такой препарат гомеовокс может быть слышали нет не слышали ну в общем вот это гомео ну конечно обязательно проконсультируйтесь с врачом но вообще слышала что и ну сама его пью когда у меня это гомеопатические таблетки ну просто рассасывающие для того чтобы подлечить там он для ларингитов для совы рваного голоса он хорошо восстанавливает связки то есть как бы он безвредный не приносит какого-то это не антибиотики и ничего такого вот и обязательно старайтесь допустим когда вы пришли на выступление там на презентацию все что угодно старайтесь чтобы ваш голос не был очень тихим то есть старайтесь говорить с разными эмоциями с подачей звуком опять же когда у вас голос вы говорите только на грудном резонаторе это голос вас голос ваш достаточно такой низкий он может быть и мягкий как бы да но при этом только одни низкие звуки они могут не всегда хорошо восприниматься слушателем старайтесь менять когда вы приулыбнетесь направите направите звук немножко к верхним резонатором то у вас звук станет светлее то есть либо вы так разговариваете либо вы так разговариваете то есть не меняет то но вас звук становится светлее вот какие-нибудь вопросы у вас есть как работать с основными дефектами речи ну это логопеды это ногами логопедом может есть домашние лица через пение ну я могу сказать ходил у меня мальчик один который букву r допустим да это вот единственное что с чем я сталкивалась вот но он очень этим гордился да и на самом деле когда мы вы выполняли определенное рычание да вот все что связано r с каким-то быстрым дыхательным потоком воздушным у него он начал нормально говорить r когда он начинал именно вернее не так скажу когда он пропивал у него была хорошая р именно за счет дыхания когда он просто говорил как он привык там да он сразу и все прочее ну можно попробовать у меня просто не приходили ученики именно с такими яркими дефектами речи потому что я как бы через вокал пытаюсь раскрыть я люблю вокал не только с точки зрения что я могу помочь человеку научиться правильно петь меня вот в последнее время прям очень стала включать то что я могу человеку помочь раскрыться да то есть потому что они боятся позже мой там тоже классный у меня пример есть женщина она пришла и уже было 45 лет и она как бы она горит вот я всю жизнь к этому шла но вот так боялась на пришла на первом уроке она так вот жалость к стенке и мне самой от этого становилось страшно как-то ее вот не знаю там задеть как-то попытаться ничего потом она стала так раскрываться потом она стала выступать на сцене и она поступила там на второе высшее образование там стало блин его на актерские курсы пошла то есть классное пение очень помогло раскрыться вот и мне очень нравится видеть результаты людей да 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 смотри у нас обязательно используем опору потому что если у нас будет опора это у нас про дыхательный механизм тебя не было да наверное когда мы делали вдох низом живота выдыхали да так мы прокачиваем нашу опору не из живота нашу диафрагму это у нас дыхательный механизм который помогает нам отключить вверх вообще всегда говорю то есть когда вокалист поет да чтобы низ всегда был твердый то есть мы комфортно твердо стоим на ногах вверх должен быть расслабленный комфортно куда хотите поворачиваться с микрофоном не микрофоном то есть очень свободно шея должна гнуться то есть никакого вот этого зажатого ступора не должно быть потому что это будет зажимать связки не громко не тихо вы уже сказать как бы не сможете то есть нарабатывать дыхательный аппарат силу опору за счет толчков до за счет дыхательных упражнений и потом же резонаторы усилители звука для для того чтобы не орать на горле не говорить на связках мы отправляем звук в твердой полости да я уже говорила это здесь пазухи нос также у нас небо верхнее твердое небо верхнее есть еще мягкое но чуть-чуть пониже находится но она больше поглощает звук а все твердые поверхности они усиливают наш звук для того чтобы голос когда проходил через мягкие ткани да он там поглощается резонаторы его увеличивали добавляли силу то есть это тоже просто нужно попрактиковать поучиться вот еще будет класс я не говорила но я могу сказать что это в случае опыт только опыт я не люблю понятие страх бояться публики но что бояться это точно такие же люди до которые пришли тебя послушать тому интересно то есть стараться воспринимать своего слушателя позитивно всегда да не бояться их о господи сейчас там что-то будет нет спокойно мягко то есть принести людям пользу сделать что-то хорошее идти с таким позитивным настроем это первый момент второй по поводу страха вот я говорила его убрать а легкое волнение я бы не убирала потому что когда мы сильно амебно расслабленные на в принципе пофиг волнуемся мы или нет как бы вот теряется это очень теряется это ощущение вот какого-то такого заряженности что ты хочешь рассказать то есть легкое волнение она придает эмоции вот от него избавляться не нужно то есть мне кажется это будет более интересное более яркое запоминающиеся выступление нежели я спокоен все как бы вот пожалуйста кто-нибудь еще хочешь что-то спросить узнать все ли было понятно я возможно могла в сумбуре что-то пустить непонятно рассказать понятненько да было все спасибо тогда большое очень была рада вам поделиться